Что ты можешь сделать? Ты можешь купить Пако Пай. Пако Пай Роуд. Кофе. На шоколадной фабрике есть кафешка такая прикольная. Мы собираемся перекусить и кофе выпить кофе. Мы собираемся заказать. Ааа, заказали. Предатор, чизкик, сои флэтвай. Я поставила студию историю. Киви бер. Здесь на территории есть магазин, кафешка. Фабрика вообще маленькая сама по себе, но очень знаменитая в Хоксбэй. Я уже делал видео по этой фабрике. Не знаю, кто смотрел, кто не смотрел. Мы сейчас хотим еще раз, видите, даже еще музей есть, gift shop. Мы хотим еще раз пройти, посмотреть по магазинчикам и, если интересно, оставайтесь, вот смотрите. Такой краткий экскурт будет, ничего серьезного. Просто покажу вам, как выглядят магазинчики в Новой Зеландии. Gift shop. Вот он, от шоколадной фабрики. Цвет до кучи продается. Просто сувениры. Прикольные всякие. Hello. Это вот Элеонор с Бен и Хелен. Вот это что, покушали. Такие розы, они везде здесь растут. Климат позволяет, и они неприхотливые, поэтому люди их высаживают вдоль дорог, около кафе, где-либо, чтобы украсить территорию. Hello. Это Mix тоже здесь продают классные продукты всякие. Ну, тут внимание можно обратить на всякие масла и тщательность. Закрутки в банках. Очень классные соусы и мед. И оливковое масло. Показываю вам по ценам. А здесь мороженое, джелатто и саргет продаются. Экстремально вкусные штуки. Все натурально. Производится здесь. Очень вкусно. Место популярное. Тут целые автобусы приезжают на экскурсию. Покупают шоколад. Фотографируются. Вот. Тут предлагаю попробовать шоколадным. Хай. Рассказывает процесс, как приготовить шоколад. Здесь все, конечно, в шоколаде. Даже вот, смотрите, 10 причин, почему шоколад хорош и полезен. Ну вот, переводить. Смотрите, прикольное объявление. Но это не правда, я думаю. Но все равно интересно. Здесь все, шоколад, шоколад, шоколад. Даже этот заяц шоколадный. Happy life, happy life. Киора Гайс. Мы находимся опять у своих друзей, которые уже давно пенсионеры. Живут в деревне пенсионеров. Смотрите. Я уже показывал, как тут красиво. Сейчас просто такой классный солнечный день. И вот эти все домики, они, короче, продаются. И вот семьи покупают их для своих родителей. Родители здесь живут. И у них тут есть менеджмент. Бассейн. Проводятся всякие мероприятия разные. И очень даже не скучно, в общем. Можно тут палисадник устроить. Там у них дерево, лимон растет. А с другой стороны, это вот все их цветы. В общем, вот занимаешься, живешь потихоньку, читаешь книжки, пишешь книжки. И вот такая вот старость красивая, короче. Здесь капитан живет. Ну это правда, кстати. Он капитан судна. Сейчас вам покажу судно. Тут у них такая символическая елочка. Дом. Вот она. Вот судно. Мистер Эпплгейт. А название судна Анастасис. Домики рождественские. Мы подоконим. Мы подоконим. из деревни счастливых пенсионеров. Называется она. Riversdale. А, да, да. Мы можем посмотреть. Лимоны тут растут. Пальмы, короче. Красота. Да. Они уже почти как в район. Но это вот последняя ступень, так скажем. Кому интересно, я сейчас покажу название деревни. Вот. Загуглите. Riversdale Lifestyle Village. Находится она. Находится она. Находится она в городе Непи. О, Непи. Тарадео. Ну да, Непи. Мы тут гоняем по райончику. Смотрим просто дома. Красивые такие дома стоят. Новый район. Красота. Загружает. Новый район. Мы тут живут. Какое ли? Это холодно. Передемья. Можем заслужить. Могичны, люди думают, что мы думаем, что мы думаем и думаем. Тарадео, собера. еще поснимаем вам новых домиков вот эти домики они в районе где-то 700 тысяч долларов проезжаем тарадейл очень красивая парк для бега для активит из всяких люди живут и так просто показывал районы корр районы города на 5 береза стоит дома дома больше вот кстати да эндерсен парк называется еще дома ну то дороге жить конечно это облом потому что постоянно шум в зависимости какая дорога вот кому интересно смотрите может домик себе присмотрите какой-нибудь прикольный школа всегда обозначается знаками на дороге возле дороги и еще видеть такие черточки белая это значит и возле школы поэтому снизь скорость вот школа закончилась мы едем по конце это самый дешевый и большой супермаркет в новой зеландии сам популярный среди тех кто живет за чертой без бедности и не можете позволить нормальную еду не шучу конечно здесь очень много хороших продуктов и очень дешевые оптовые цены короче зависимости чё что вы ищете зависимости от этого можно либо в него пойти либо сюда вот такие девайсы можно с собой взять супермаркет и сканировать цены ну наверно вы их уже видели цены на окландские томаты кукуруза сладкая вот такой вот мэк овощи нектарины pineapple apple pen видите такой крутой черника клубника так черника с 25 грамм 389 авокадо 3 бакса за 3 неплохо апельсины производство новой зеландии все что произведено в новой зеландии очень дорого а вот 6 баксов короче за сеточку yep seafood смотрите лосось пиле 34.99 за килограмм повеситься можно мы купили лосятину с красного вино 11.49 за 400 грамм йогурт и всякие большие банки по 6.30 видите стоят 6.29 мы любим вот этот классный и еще есть то есть лендик а вот этот прикольно если есть у вас где то еще такой не знаю совет или нет просто мы перестали готовить супы потому что не имеет смысла ты покупаешь много всего потом готовишь его и чё и потом он стоит у тебя в холодильнике его надо есть а здесь можно купить разные короче за 4 там на 5 баксов да и они вкусные все классно порция можно купить 5 разных так что вот такой советик и перестали готовить супами набрали free range 5 по это 10 штук 12 штук 4.89 за 12 штук но это уже не free range вот 10 штук 12 приехали в new world еще один супермаркет но этот самый классный здесь кто-то выиграл и еще один вы не можете купить этот большой или свой большой больший русский класс по 7 баксов что подпольки так подпольки 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 и подпольки